Теперь о музыке. В Краснодаре на этой неделе прошел гала-концерт звезд мировой оперы. Называлась программа «Страстное признание в любви. Три тенора. Памяти Энрика Каруза». Аккомпанировал именитым вокалистом Кубанский симфонический оркестр. В Краснодаре они встретили всего на один вечер три тенора, три звезды мировой оперы из разных уголков земли. Франческо Анили – солист легендарного театра «Ла Скала» в Милане, Алекандро Алмеда – ведущий исполнитель Нью-Йоркской митрополитен-опера. Когда-то его талант открыл сам Пласи де Доминго. Нашу страну в этом трио представлял Петр Милентьев – восходящая звезда российской оперной сцены, солист московской филармонии. Тяжело конкурировать с мэтрами оперной сцены, особенно итальянской школы. Это тяжело. Можно, но тяжело. У меня более лирический тенор. Я более лирические произведения пою. Просто весовые категории разные. Свою программу теноры назвали «Страстное признание в любви». В нее вошли шедевры камерной музыки, неаполитанские песни и арии из репертуара Энрика Каруза, Лучана Поворотти и других мастеров вокала. Все эти произведения давно стали классикой. Я люблю все арии в этой программе, но моя любимая – это паяцци, потому что это очень драматическая музыка, которая насыщена драматическими чувствами, потому что опера паяцци, она создана на свежее о том, что человек немолодой, но создавший себе имя, женился на молоденькой девушке. Он знает, что она ему неверна и разрывается между любовью и ревностью. Несколько произведений теноры исполнили на русском языке. Со сцены прозвучала русская народная песня «Коробейники» в исполнении Петра Милентьева. После к нему присоединился Алехандро Алмеда и тоже запел на русском, чем произвел настоящий фурор. Песня «Коробейники» Алекандро Алмеда бывал в нашей стране уже 14 раз. Признается, Россия близка ему по духу. Он готов приезжать сюда снова и снова. Восторженные отзывы о России разделяет партнер Алехандро Пассене и Франческо Аниле. Солист легендарного Ласкалу с большим трудом, но все же нашел время для поездки в нашу страну. Его плотный график расписан на несколько лет вперед. И неудивительно, выступления тенора нередко приезжают послушать испанская королевская семья. Что уж говорить о неискушенных зрителях. Мне очень нравится российская публика. Я второй раз в России, и эта публика дает мне очень много энергии. Она так принимает, что мне хочется петь для нее снова и снова. В этом году отмечает 140 лет со дня рождения легендарного тенора Энрике Карузо. Краснодарский концерт знаковой дате удался. Теноры пили так, что после каждого произведения зрители долго не отпускали их аплодисментами. Тенор считается самым романтичным и обольстительным мужским голосом. Король сцены так его называют на протяжении многих лет. Именно тенором, как правило, исполняют партии героев-любовников в опере. И программа «Страстное признание в любви» тому подтверждение.